Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Прежде всего, конечно, хотел бы поблагодарить наших белорусских друзей за очень радушный прием, традиционное гостеприимство. В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 20-летие подписания договора об образовании сообщества России и Беларуси, ставшего первым шагом на пути создания союзного государства. За эти годы мы смогли обеспечить подлинно союзнический характер наших отношений, и показать ближайшим соседям все преимущества, связанные с поступательным интеграционным сближением. Между нашими странами выстроена добротная инфраструктура сотрудничества, ее составной частью являются совместные заседания коллегий по линии практически всех министерств, и, конечно же, дипломатические ведомства не являются исключением. Программа нашей встречи, как уже было сказано, весьма насыщена. Планируем обсудить координацию действий в рамках ООН. Мы едины в том, что Всемирная организация призвана и далее выполнять центральную координирующую роль в мировых делах. С удовлетворением констатируем, что наше сотрудничество на ООНовской площадке отличается совпадением позиций практически по всем актуальным вопросам современности. Отмечу такие наши традиционные инициативы в ООН, которые отражают принципиальные подходы России и Беларуси, как ежегодная резолюция о неприемлемости неонацизма, героизации тех, кто сражался на стороне фашистской Германии. Отмечу также резолюцию, которая была принята в декабре прошлого года и которая озаглавлена содействием установлению справедливого и демократического миропорядка. В этой резолюции подтверждается уставной принцип суверенитета государств, невмешательство во внутренние дела, осуждаются государственные перевороты как метод смены власти, подчеркивается неприемлемость односторонних мер давления на суверенные государства и экстерриториального применения национального законодательства. Весьма и весьма актуальная инициатива, за которую высказалось подавляющее большинство стран-членов ООН. Мы продвигаем общие приоритеты в контексте реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, продолжаем регулярно сверять часы по линии правозащитных органов ООН с упором на противодействие попыткам политизировать их деятельность. И в этом году очень важную инициативу предприняла Республика Беларусь в третьем правозащитном комитете Генеральной Ассамблеи ООН, которую мы поддержали и которая была направлена на то, чтобы прекратить практику публичного осуждения той или иной страны с тем, чтобы достичь политических целей. В Совете по правам человека ООН есть традиционная устоявшаяся процедура так называемых регулярных периодических обзоров, в ходе которых каждая страна через равные промежутки времени отчитывается о том, как она обеспечивает права и свободы своих граждан, и дополнительно вбрасывать в общие дискуссии темы отдельных государств и пытаться достичь в отношении них политических целей считаем неприемлемыми. Мы удовлетворены совместной работой и в Европейской экономической комиссии, полдотворно взаимодействуем по линии оперативных программ, фондов и специальных учреждений ООН, в частности, программы развития ООН и ЮНИДА. Высоко оцениваем вклад Минска в развитие международного сотрудничества по Чернобылю, о чем сегодня уже подробно Владимир Владимирович сказал. Нам также предстоит сегодня рассмотреть вопросы взаимодействия с Европейским Союзом, в том числе в контексте инициатив по сопряжению различных интеграционных процессов на Европейском континенте. На это нацелена инициатива по формированию общего экономического и гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, которая была подтверждена в очередной раз совместным заявлением наших президентов 15 декабря прошлого года. Мы исходим из того, что в числе важнейших предпосылок ее успешной реализации остаются уважение суверенитета государств, отказ от практики вмешательства в их внутренние дела, а также обеспечение свободы передвижения граждан. Особое значение придаем налаживанию конструктивного диалога между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. Напомню, что соответствующие предложения о начале такого диалога были переданы в Брюссель еще в октябре прошлого года. Мы ценим то, что наши белорусские друзья выстраивают диалог и с Евросоюзом, да и с Североатлантическим альянсом с учетом своих обязательств в отношении Евразийского экономического союза и Организации договора коллективной безопасности. Мы поддерживаем настрой наших белорусских друзей, наращивать контакты с Советом Европы, расширять участие в договорно-правовых актах этой организации. Будем готовы и продолжать консультации по тематике Совета Европы, в том числе в целях содействия в выполнению недавно одобренного комитетом министров плана Совета Европы для Белоруссии на 2016-2017 годы. И, конечно же, в числе наших главных приоритетов – содействие развитию связей Евразийского экономического союза с различными государствами и их интеграционными объединениями в связи на недискриминационной основе и при соблюдении универсальных правил мировой торговли. Рассчитываем на тесную работу в интересах выполнения решений Высшего Евразийского экономического совета о начале переговоров с Китайской народной республикой по заключению соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве и взаимодействии государств-членов Евразийского экономического союза. Кроме того, как уже было сказано, весьма перспективна работа по теме сопряжения Евразийского экономического проекта и экономического пояса «Шелкового пути». Мы заинтересованы и в обмене мнениями относительно заключения соглашения о свободной торговле в формате Евразийский экономический союз «ОСИАН». Эти усилия внесут полезный вклад, мы не сомневаемся, в реализацию инициативы президента Путина по созданию большого евразийского партнерства, инициатива, которая призвана обеспечить устойчивое развитие и экономический рост для всех участников этого процесса. В целом, хочу также сказать, что внешнеполитические ведомства наших стран уделяют повышенное внимание противодействию фальсификации истории, включая попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. Мы сегодня являемся свидетелями нечистоплотных попыток вбить клин между нашими братскими народами, принизить их роль в разгроме нацизма. Поэтому полагаем важным активнее задействовать потенциал наших дипломатических служб, расширять сотрудничество между российскими и белорусскими историками, в том числе в архивно-документальной области. Убежден, что по всем этим вопросам наш сегодняшний разговор будет способствовать укреплению союзнического взаимодействия во внешнеполитической сфере. Спасибо, уважаемый Сергей Викторович, за Ваше выступление.